Наш курс практически подошел к концу. Этот урок, он более такой теоретический. Мы поговорим, подведем итоги. Первое. Очень важно создавать свои движения. Я думаю, на этом даже не стоит долго останавливаться. Если вы относитесь к брейкингу как к творчеству, творчество состоит от слова творить. То есть это очень важно понимать. И лично мне, например, просто нравится создавать. Я надеюсь, что вам тоже. Раз вы вместе со мной прошли все эти упражнения. Либо, может быть, я немножко привил любовь к этому. Что тоже было бы здорово. Поговорим мы о таких вещах, как... Еще раз остановлюсь на эстетике. То есть очень важно не просто придумывать что-то интересное. Придумывать что-то интересное и красивое. Эстетика и оригинальность порождает степень. Дальше следующее. Поговорим немножко о внутреннем состоянии, когда мы придумываем какие-то вещи. Не стоит очень долго зацикливаться на чем-то одном. То есть там неделями придумывать одно именно движение, страдать, быть в депрессии. То есть лучше отойти от этой идеи, попробовать что-то другое. То есть очень важно, чтобы у вас была свежая голова, чтобы у вас был свежий подход. Также вам нужно хорошо себя чувствовать на тренировке в этот момент, когда вы что-то придумываете. То есть должна быть музыка, которая вам нравится. Должно быть окружение, с которым вам приятно тренироваться, с которым, как говорится, вас прет. Одежда должна быть приятной. То есть это все в совокупности. Когда вы чувствуете себя хорошо, чувствуете себя воодушевленно, вам гораздо легче что-то создавать, что-то творить. Вот. Этот процесс, он непростой. То есть это не как в спорте. Мы не можем там три раза в неделю по два часа приходить и что-то придумывать. Здесь немножко другой подход. Здесь нужно себя чувствовать. Никто не знает, от чего это зависит. От магнитных полей, от внутренней какой-то там биометрии, не знаю. То есть художники об этом думают, поэты об этом думают. Это нужно просто чувствовать. То есть даже не думать, откуда это берется. Просто чувствовать в себе это, искать. И с помощью вот этих упражнений, ориентиров, как-то к чему-то приходить. То есть это поможет вам что-то создать. Что-то в себе достать. Дальше, что очень важно, попытайтесь выйти из зоны комфорта. То есть старайтесь придумывать каждый шаг так, как вы бы его не делали. В итоге все эти неудобные положения, какие-то неудобные траектории, они станут для вас удобными. А старайтесь что-то делать необычное, прежде всего, для себя. Тогда вы создадите что-то, что будет необычно для других людей, для тех, кто смотрит на ваш танец. Это тоже очень важно. Еще цените какие-то маленькие идеи. То есть если вы за тренировку придумали какую-то небольшую интересную фигуру, или там какую-то траекторию, какое-то движение. То есть небольшое совсем. Цените эти движения, не забывайте их, старайтесь держать их в голове. Можете их фотографировать, записывать на видео. Я сам их записываю. Я называю их детали. То есть это то, из чего потом я могу создать какое-то более интересное движение. То есть у вас собрались 10 таких интересных траекторий, движений. И в один день это чудом как-то совмещается, соединяется, и у вас появляется интересное движение. Это очень важно. Не забывайте, это ваш труд, пытайтесь его оставить у себя в памяти. Еще, что очень важно, вы должны иметь большую базу. Базу футворка, базу повер-мува, переходы, фрезы, переход из одного фреза в другой. Чем больше у вас будет базы, тем больше у вас будет поле для воображения. То есть мы не создаем интересные вещи и движения из ничего, из пустоты. Мы берем что-то базовое, либо какую-то свою старую идею. Но нам нужна начальная точка, о чем я говорил в самом начале. И чем больше этих точек начальных у вас будет, тем больше возможностей перед вами будет. Также очень важна растяжка. Чем лучше у вас растяжка, тем больше интересных фигур вы сможете сделать. Чем больше интересных фигур, тем больше интересных движений потом вы создадите. На этом мы закончили курс. Мне очень было приятно быть с тобой все это время. Очень было приятно делиться своими упражнениями, своими советами. Самое последнее задание, оно у нас итоговое, ключевое. Тебе нужно записать выход, который включает как минимум три интересных движения, которые ты придумал с помощью упражнений. Которые были в курсе. И, ребят, очень важно показать именно то, что вы придумали вместе со мной. То есть не то, что вы придумали до этого, или просто сделать там крутой раунд. А мне очень важно посмотреть то, что вы придумали вместе со мной. И самый лучший выход, который мне понравится, я выложу у себя в инстаграм и отмечу вас. Большое спасибо, что были вместе со мной. Желаю вам творить. Удачи! Спасибо.